Здравствуйте, коллеги! Наш пресс-центр на Retail Week продолжает свою работу. Рядом со мной новый интересный спикер. Здравствуйте! Представьтесь, пожалуйста, какую компанию представляете? Здравствуйте! Меня зовут Павел Люлин, я руководитель экспертного комитета Союза торговых центров России, Беларусь и Казахстан. Вы были сегодня спикером нашей деловой сессии. Расскажите, пожалуйста, какую тему сегодня поднимали? Мы обсуждали в целом работу торговых центров, проблемы, которые есть. Основная сейчас история, проблема — это безопасность. Безопасность санитарная, поскольку торговые центры закрывают, приостанавливают, штрафуют безопасных детей. У нас был день защиты детей, но мы видим, что дети, к сожалению, в торговых центрах, они получают небольшие повреждения, они получают травмы. И что нужно делать торговым центрам, чтобы такого не было, чтобы малыши приходили счастливые, уходили довольные, чтобы не получали травм. Помимо этого говорили про пожарную безопасность. Это до сих пор очень такая злободневная тема. И про вопросы антитеррора, про то, что делает торговый центр, чтобы предотвращать эти моменты. И чтобы в безопасности были посетители, сотрудники и любые люди, которые так и иначе имеют отношения. Очень интересно пообщаться по безопасности детей в торговых центрах. Но очень вопрос, который меня волнует. Расскажите, пожалуйста, когда было пандемическое время, все видели, что крупнейшие торговые центры закрывались на время, не работали. Насколько сильно пандемия ударила именно по торговым центрам? Потому что торговый центр, он включает в себя и развлекательную часть, и торговую часть. Потому что ритейлы, кто занимается фудом, они чувствовали себя более-менее неплохо, потому что люди продолжали кушать. Как торговые центры отреагировали вот на такую обстановку? Ну, безусловно, торговым центрам было тяжело. Хотя даже в самый пик пандемии, когда все было закрыто, во многих торговых центрах, где есть продуктовые магазины, аптеки, по крайней мере, хоть это работало. И да, когда пошло ослабление вот этих мер, начали открываться потихоньку магазины одежды, начали открывать потихоньку сначала на вынос, на доставку в худ операторов. Стало, конечно, легче, но даже до сих пор у нас есть проблемы с кинотеатрами, да, там, есть проблемы с увлекательными сегментами, есть проблемы с фитнесом. И вот это, к сожалению, то, чем надо заниматься. Торговые центры не получали поддержки за время, работы. И, то есть, выживали кто как может. И сейчас мы видим, что на рынке происходит, многие торговые центры не обанкротились, они переходят в руки банков. И это, конечно, тоже немножко грустная история, поскольку не все банки умеют управлять и коммерчески правильно выстраивать взаимоотношения. Те немножко о хорошем, тогда расскажите, пожалуйста, есть ли какие-то уже векторы развития безопасности для детей в торговых центрах? Может, есть какие-то уже конкретные кейсы, что нужно делать абсолютно всем торговым центрам для того, чтобы пребывание детей в торговых центрах было максимально безопасным? Ну, во-первых, надо начать об этом думать, потому что у нас кто отвечает за безопасность детей? Только сам родитель, да, но и торговый центр может что-то сделать. Во-первых, чаще всего дети получают травмы на эскалаторах. Это вот не проходит и недели, чтобы там на эскалаторе малыш не проводил ножку или ручку, да. То есть, что с этим можно делать? Правила транслировать, проверять безопасность технического этого устройства, уметь оказать первую медицинскую помощь, иметь хотя бы там, иметь в наличии аптечку, да. Вот это вот то, что может делать каждый и любой торговый центр и его администрация. Что еще? Близко стоящие к парапетам конструкции, пуфики, урн, по которым малыш может забраться, перегнуться и, в общем-то, выпасть. Это тоже, к сожалению, проблема. Ну и детские площадки. Дети там прыгают, скачут, веселятся. И не дай бог, если на детской площадке какой-нибудь винтик открутился, либо острый угол, то есть это травма и посильно торговому центру. И он должен это делать, проверять каждый день состояние техническое. Вот и последний, наверное, момент, это в случае каких-то ЧП, когда требуется эвакуация, допустим, угроза пожара, торговые центры должны знать, уметь направлять, в том числе и маленьких посетителей, потому что, если идет толпа, давка, то малыш, если он там потерял своего родителя, либо просто ребенок, его могут задавить, оттереть. Нужно, конечно, проводить эвакуации, учения и обучать, в том числе, своих сотрудников, что делать и как помочь малышу, ребенку, чтобы его не затерли и он спокойно мог выбраться на улицу даже один. Хочется сказать вам спасибо за вашу работу, потому что наша жизнь становится безопаснее, жизнь наших детей. Я надеюсь, что после всего то, что произошло в прошлом году и торговый центр скоро придут в норму и также будут проносить радость всем семьям. Спасибо вам большое. Спасибо. Спасибо.